Путешественница со стажем Людмила Гвоздева на арт-экспедицию «Кавсбой» согласилась не раздумывая. Более 10 лет жительница Самары участвует в автомобильных пробегах по России на личном авто. Его Людмила собрала своими руками. Короткая база, увеличенный клиренс, раллийная резина и боевая раскраска сделали обычный городской автомобиль грозой бездорожья. Людмилу хочет доехать до конечной точки пробега именно на нем. У нас немножко там свой план. То есть мы хотим дойти с ними до Магадана и мы хотим зайти на старый Колымский тракт и попробовать его пройти. Нам говорят, что это, конечно, невозможно, но у нас там есть кое-какие свои мысли по этому поводу. Поэтому мы думаем, что мы все-таки пройдем. В рамках проекта «Творцы счастья» участники арт-экспедиции «Кавсбой» посетили музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и обсудили с представителями областной столицы творческую деятельность в регионе. Проект «Творцы счастья» направлен на то, чтобы мы максимально рассказывали жителям Самарской губернии о возможностях, которые предоставляют те люди, те гости, которые проезжают через наш гостеприимный регион. «Кавсбой» – это художники, музыканты, писатели, журналисты, которые отправились на автобусе «Кавс» до Магадана. Они проедут через разные города, в некоторых из них дадут мастер-классы. Дорога предстоит нелегкая. Среди участников автопробега лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов. Он вместе со своими музыкантами исполнил несколько авторских композиций. Два музыканта, которые едут со мной, балалайшник Андрей Ежили, это группа «Бахыт Компот», Константин Ядриков, группа «Мастодонт» – тоже мой проект. И мы таким образом представляем собой, ну, как бы это сказать, срезки, что называется. Автомобильно-автобусная арт-экспедиция «Кавсбой» стартовала 26 июля, завершится 3 сентября. Творческая группа путешественников доедет до Магадана, оставит автобус и улетит в Москву. Следующим летом они поедут обратно маршрутом и также проведут мастер-классы и встречи. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.